Приветствую, друзья! Я Петр Кузнецов. Мы с вами на проекте «Сильный разговор». Не так часто нас балуют своим вниманием представители власти. Сегодня всего лишь второй случай за всю историю нашего проекта, когда у нас действительно человек из государства. У нас сегодня в гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член постоянной комиссии по здравоохранению и туризму Игорь Завалей. Приветствую, Игорь. Добрый день. Очень рад вас видеть. Спасибо взаимно. Постараемся сегодня затронуть как можно больше круг тем. Игорь, давайте начнем вот тогда с самого сейчас острого и актуального. Сейчас все говорят только... У нас здравоохранение сейчас вот тема номер один. Вы член постоянной комиссии, которая в том числе этим занимается. Скажите, вот парламентская такая комиссия, что входит в ее компетенцию, какова ее роль? Просто чтобы мы понимали, о чем сегодня мы можем дальше говорить с вами вот именно из этой области. Ну, полное название комиссии это здравоохранение, физическая культура, молодежная и семейная политика. Слово туризм пока, к сожалению, нет, но прописано как одна из компетенций нашей комиссии. В нашу комиссию входит 10 человек. Это депутаты, которые представляют различные округа нашей страны. И, соответственно, в начале сессии мы выбирали эти все комиссии, исходя из своих компетенций. Я выбрал эту комиссию, потому что я большую часть своей жизни отдал спорту, в принципе, и работал и функционером, и был профессиональным спортсменом, и работал в детско-янушеских спортивных школах. То есть я эту знаю вертикаль всю изнутри. Второй момент, что я более пяти лет был руководителем одного из самых крупных общественных объединений, Белорусского республиканского союза молодежи, который, в принципе, занимается реализацией молодежной политики. Поэтому это, наверное, комиссия, в которой я максимально мог бы принести пользу за эти четыре года. Этим руководствовался я в своем выборе. Что касаемо компетенций, чем занимается комиссия, ну, в первую очередь, наверное, из того, что я перечислил, примерно понятно, да, какие отрасли мы именно цепляем в жизни нашей страны. Качественный состав, конечно, на первом месте здравоохранения в этой комиссии, потому что все мы понимаем, что здравоохранение, образование, это, наверное, такие самые главные наши столпы нашего общества. Поэтому большая часть людей, которые стоят в этой комиссии, это, конечно же, врачи. Кто-то был практикующий врач, кто-то был главврачом. Сейчас они все на четыре года были избраны депутатами и именно уже на законодательном уровне стараются помочь здравоохранению в нашей стране. Что касаемо функций, ну, парламент – это законодательный орган. Да, это всем понятно, но, к сожалению, не всем, потому что, когда я проходила избирательная кампания и я ездил по округу и встречался с населением, первые свои встречи я начал рассказ о себе, но потом понял, что надо начинать рассказ с того, что такое парламент и вообще, куда я избираюсь. К сожалению, вопрос о политической грамотности населения, ну, есть еще над чем работать, потому что не все, наверное, большая часть не разделяют понятия депутат местного совета, депутата парламента. И обращаются, соответственно, с проблемами, как к депутату местного совета депутата. И мне приходилось разъяснять, что я буду представлять ваши интересы именно в первую очередь на законодательном уровне, потому что все мы живем по определенным законам, указам, декретам, нормативным документам. И вот я буду ваш представителем от 60 тысяч, который будет отстаивать ваши интересы, чтобы они были учтены при законодательной деятельности. А как это вообще возможно представить? Вы от Гомельского района депутат. Как вообще возможно представить интересы избирателей Гомельского района на законодательном уровне? То есть интересы жителей поселка Большевик, поселка Победа, поселка Улуковье, значит, Прибор. Какие у них могут быть интересы, особенные интересы на уровне законодательства? То есть я говорю сейчас именно о специфике нашей парламентской системы. Она у нас исключительно мажоритарная. То есть у нас нет выборов по партийным спискам, соответственно, нет конкуренции идеологии и идей. Может быть, поэтому и путают, потому что у нас один человек идет от конкретного места. То есть кто-то от советского района Гомеля, кто-то от... У вас вообще сложная ситуация, потому что все поселки вокруг Гомеля. Значит, и в итоге вопрос действительно возникает конкретно у людей, конкретному депутату. Что ты для нас сделаешь? И они такой вопрос и задают. Да, но хотел бы еще напомнить, что у меня не только Гомельский район, но еще и Добровский район входит в мой округ. И это вообще другая история. Что касаемо темы того, как я могу представить их интересы, ну это возвращаясь к вопросу работы в округе, когда я возвращаюсь. То есть, первое, что все законодательные проекты, которые поступают в парламент, они есть разные стадии, скажем так. К первому чтению готовятся, ко второму чтению. И все эти стадии призваны отшлифовать его так, чтобы он на выходе, когда уже подпишет его президент, благодаря этому закону были учтены интересы, как и исполнители этого закона в плане исполнительной власти, и так население, для которого этот закон делался. Как я могу их представить? Да, очень просто. Когда ты ездишь по округу и проводишь прием граждан, и встречаешься с рабочими коллективами, ты слышишь проблемы. Какие проблемы у населения? И даже исходя из этих проблем, ты уже можешь, скажем так, учитывать эти краеугольные камни в этом законе. Чтобы, ага, есть такой пункт, который, например, вроде, он не актуален, да, там, для большинства, скажем так, округа. Ну, вот пример, ну, чтобы было более понятно. Есть населенный пункт, буквально недавно я проводил там прием граждан. Я не буду называть сейчас, ну, чтобы, да. Там проживает порядка 400-500 человек. В 450-м что-то такое. Ну, суть не в этом. Суть в том, что за их населенным пунктом находится нефтебаза «Газпрома». «Газпрома», да. Соответственно, через этот населенный пункт транспорт, который отгружает на эту нефтебазу груз в виде горюче-смазочных материалов, и который увозит ее, они проходят через населенный пункт. Соответственно, что населенный пункт небольшой, дорога немногополосная, это доставляет очень много неудобства. Когда я начал заниматься на уровне даже республики, как я могу им помочь, чтобы обвести как-то, или, да, я столкнулся с тем, что по законодательству, в принципе, все выдержано. Все согласно норм безопасности. И когда я начал вернуться к законопроектам, которые есть у нас на рассмотрении сейчас, я увидел, что сейчас рассматривается закон о перевозке опасных грузов. То есть именно сейчас в парламенте находится этот закон. И я каким-то образом могу эту проблему решить уже не на уровне того, что как депутат, да, ну вы же там же люди, а на законодательном. Что внести какую-то норму, которая поможет этим людям избавиться от этой проблемы. Получится это или нет, это вопрос. Потому что я буду сделать все, что от меня зависит в этом плане. И вот тем самым я знаю чаяние и проблемы населения и учитываю их при разработке законодательных актов. И много сейчас разрабатывается и принимается таких законодательных актов? Ну смотрите, на сегодняшний день сессия уже началась, она продлится до июня месяца. Порядка 60 законопроектов, вы должны понимать, что там не только законы. Там изменения в законы, там соглашения артификации с различными странами по различным абсолютным направлениям. И таких документов сейчас порядка 60, которые будут каждое заседание выноситься. У нас каждое заседание выносится порядка 8 законопроектов. На каждом заседании мы обсуждаем порядка 8 законопроектов. Приходит министр профильный, профильного министерства, который готовил этот законопроект, выходит за трибуну, рассказывает об этих законах. И мы уже как депутаты, зная, что этот закон будет выноситься, и мы с ним работали, мы задаем вопросы, которые волнуют наше население. Тем самым в своем лице представляем тех 60 тысяч, которые приходили перед этими министерствами и ведомствами. А много сами депутаты парламента разрабатывают законопроектов и выступают в законодательные инициативы? Вы знаете, на сегодняшний день я анализировал прошлый созыв, потому что мы же только приступили, прошлый созыв менее 10 законопроектов внес сам. Да, ладно, за 4 года? За 3. За 3, 110 человек. Да, но вопрос какой? Я тоже у меня возник такой вопрос, как так, ну, пока я в это не погрузился, почему так мало? Но когда я увидел тот внутренний объем работы, который есть с поступающими законопроектами именно извне, от профильных министерств, и когда я изучил полностью специфику разработки закона, вот если бы я, например, сегодня, да, захотел какой-то инициировать закон, то я бы в него погрузился, ну, года на полтора. Почему? Потому что да, нет, и такие законы будут, и глава государства, когда обращался к парламенту, когда собирал вместе 6-й созыв и 7-й, он призвал к увеличению активности именно законодательства, именно от парламента. Не просто, чтобы это был орган, который согласовывает, выверяет, вносит поправки, чтобы именно больше шло инициативы. И на сегодняшний день я могу отвечать за нашу комиссию, потому что, ну, я там работаю и посещаю их заседания. Потому что каждая комиссия, они постоянно собираются, обсуждают, что, как. У нас там закон о донорстве, у нас есть перспектива внесения закона о волонтерстве, то есть сейчас прорабатывается. И вы должны прекрасно все понимать, что мы только зашли, и большинство людей там, это 70%, это те люди, которые пришли туда впервые. Да. Ну, вы да. Да, но те 30%, которые были, зашли, они вот для нас, по сути, являются менторами. В плане чего? В плане того, что, как это делается, что это делается. И поверьте, вот этот первый год, уже сейчас, я думаю, будут сноситься законопроекты именно от парламентариев. Это будет очень хорошо, потому что, ну, вы да, допустим, это не к вам лично вопросы, не к вашим коллегам, которые тоже только зашли, но, вот, знаете, есть такое мнение, оно и в интернете, активно обсуждается, и люди, то есть никто не понимает, чем занимаются депутаты парламента. Законодательные инициативы минимум, это с одной стороны. С другой стороны, есть момент такой, что ведь и законов, которые были инициированы администрацией президента, либо министерствами, они все принимаются. То есть нету такого, чтобы хоть один закон сказали, вот он плохой. Декрет от униятцев, условно говоря, там принимается, то есть, ну, он декрет, его не надо принимать, ну, любая инициатива такого рода, она принимает. И у людей вопрос, то есть это собирают 110 человек для того, чтобы они там поднимали руки. Люди, как бы, говорят в основном так. Вот вы можете это как-то вот, вот опровергнуть? Вы знаете, это Ахиллесова пята прошлых сосывов. Почему? Потому что они были не публичны в социальных сетях. Они были не публичны в средствах массовой информации, которые являются лидерами мнений. Да, они появлялись на госканалах, в ток-шоу различных, но там они не рассматривались с позиции персоны, как депутата, то есть, разбора. В основном массе это приглашался депутат для обсуждения той или иной законодательной инициативы, что не позволяло в полной мере раскрыть вообще функционал, в принципе, как депутата. седьмой созыв качественно отличается от предыдущих, потому что, во-первых, больше молодежи зашло, во-вторых, появились, скажем так, люди не молодые, но в то же время прогрессивные. И сейчас депутатов в социальных сетях достаточно, предостаточно, если вы следите. Ну и то, что вы к нам пришли, это тоже показатель похожего стратегия. Да, и это положительная динамика к тому, чтобы мы через 4 года, если я буду выдвигаться на второй срок, чтобы я не ездил и не рассказывал, что такое депутат парламента, а уже разговаривал более предметно. То есть люди уже будут понимать, чем я занимаюсь, что я делаю, для чего я вообще нужен и кто им нужен, и отталкиваясь уже от этого, шли на избирательные участки и делали свой выбор. Ну, это классно. Это классно. Будем надеяться, что оно так и будет, потому что это действительно ахиллесовый апита, так сказать, всей нашей политикой она не очень публичная, кроме первого лица. Первое лицо очень публичное, все остальные нет. Ну, будем надеяться, что у вас получится лучше. Ладно, давайте вернемся все-таки в здравоохранение. Я понял примерно, чем занимается ваша комиссия, и я понимаю, что вы не в Минздраве, я понимаю, что вы не в больнице работаете, значит, и спрашивать у вас многие вещи, как бы... Да, я, кстати, поясню, многие могут задаться вопросом, какое участие я принимаю в разделе здравоохранения, да, какую могу лепту внести в законопроект. Здесь ответ очень простой. Есть врачи, которые вносят поправки, как с позицией врачей, которые были там, а я закон этот читаю, рассматриваю в позиции потребителя, то есть пациента, который приходит в поликлинику, который стоит в очереди, который приезжает в больницу. А вы стоите в очереди, когда в поликлинику приходите? Ну, конечно, я заказываю карточку, сажусь в коридоре. А у вас в какой-то спецполиклинике обслуживаете? Сейчас, да, это лечкомиссия, она находится за пределами города Минска, сказать, что это сильно удобно, я не скажу, я туда съездил один-два раза, и, честно говоря... Вы же молодой. Нет, я просто к тому, что да, сейчас, когда я пришел депутат, есть лечкомиссия, которая смотрит именно... Ну, вы должны прекрасно понимать, многие говорят, а чего это такие преференции? Сейчас, на сегодняшний день, эти 110 человек, это правительство, это законодательный орган, который нужно оберегать в том числе, потому что для Конституции это важный механизм, и его надо оберегать лишь только с той позиции, чтобы не рухнула вся система, потому что, ну, если какие-то там заболевания, ну, следить за здоровьем, образно говоря. Не так там все драматично, вот Ермошина хорошую вещь сказала, она сказала, что если у нас один человек заболеет в ЦИКе коронавирусом, то рухнет вся система, потому что их там всего 5, их там всего или 5, или 7, всех на карантин, и кто будет выборы проводить, а вас же 110, вас же много. Ну, как бы, скажем так, запас прочности есть, но все равно, ну, это сугубо мое мнение, и меня могут потом кто-то там осуждать в этом плане, что даже не с той позиции, что я сейчас на этом месте, а даже когда я не буду, и до этого, я считаю, что есть определенные категории, которых надо оберегать, как зенит сока, потому что это, ну, окей, хорошо, смотрите, вы смотрите на проблему закона о здравоохранении как пациент, потому что вы приходите в поликлинику, стоите в очередях, заказываете карточку, это замечательно, это прекрасно, но вы, опять же, повторю, молодой, а во-вторых, вы только-только, значит, попали в парламент, только-только начали пользоваться спецлечебницей, спецклиникой, если вы три или четыре срока в парламенте пропользуетесь спецлечебницей, вы будете помнить потребности обычных пациентов? Ну, в чем отличие этой лечкомиссии? Да ни в чем, честно, вот я тоже думал, вот что-то там сейчас будет, нет, подождите, приходишь, приходишь, стоит регистратура, ты приходишь, записываешься к врачу, тебе говорят, когда он свободен, через два дня, через три, это не значит, что именно сейчас тебя примут, берешь талончик, а ты уже приехал через весь Минск туда, берешь талончик, через два дня попасть к терапевту, через два дня ты приезжаешь к терапевту, заходишь в коридор, стоят лавочки, как в любой больнице и поликлинике, на которых сидят люди с такими же талончиками, ты садишься, ведь в этой лечкомиссии очень широкий спектр граждан обслуживается, это не только 110 человек депутатов, сейчас многие, и поэтому ты садишься, по факту, по факту, отличий кардинальных между общим здравоохранением и который в лечкомиссии, но я не увидел. А я вот со своей точки зрения могу сказать, я не был никогда в лечкомиссии, но я знаю, что у нас в Гомеле есть, допустим, поликлиника на Волотове, я не помню, какой ее номер, я просто раньше жил на Волотове, да, есть, например, поликлиника на улице Артема, которую все знают, разница между ними колоссальна. Хотя это просто... В чем именно разница? Во-первых, в загруженности. Если нет загруженности, значит, если меньше загруженности, значит, уже комфортнее, комфортнее, так сказать, и пациентам, и врачам. Во-вторых, в специалистах. То есть, на Артема укомплектовано полностью при меньшей загруженности, при намного меньшей загруженности. Вот, при том, специалисты очень хорошего уровня. Я не понаслышкой знаю сейчас, потому что я сейчас на Артема, так сказать, обслуживаюсь. У меня такая маленькая личная комиссия. Вот. И, то есть, я сейчас сравниваю и понимаю, что разница колоссальная может быть даже между теоретически одинаковыми поликлиниками. Ну, хорошо, я услужил. Давайте с первого начнем. По загруженности. Что влияет на загруженность той или иной поликлиники? Ну, плотность населения в районе. Плотность населения, средний возраст, что немаловажно. Да, да. Вы должны прекрасно понимать, что средний возраст это основная, наверное, потому что все мы понимаем, что пенсионеры, ну, иногда туда, даже иногда приходят, потому что это их, скажем так, центр притяжения, где они могут пообщаться, новости. Клуб такой. Да, клуб, да. Поэтому здесь не фактор качества медицины, да, в данном больнице или поликлинике. Здесь фактор того, где она находится. Это что касаемо загруженности. Что касаемо кадров, ну, вы знаете, езжу по округу и по отдаленным населенным пунктам, даже там, с учетом того, что ежегодно распределяются специалисты нашего медуниверситета, нашего в Гомеле, сказать о том, что острый голод кадровый, я не скажу. Есть проблемы, есть вопросы, потому что молодежь, ну, скажем так, он приезжает, ему вроде как бы все создали условия, но все мы были молодыми и все амбициозны, и все определенные нужны были тебе критерии, чтобы закрепиться в этой местности. И сказать, что они не созданы, в большинстве своем созданы. Иногда есть вопросы, вопросы по досугу, в первую очередь, для молодого человека. Досуг, это самое главное, потому что, что касаемо зарплат для специалистов, они на порядок выше, чем у специалиста здесь, в городе Гомеле, потому что там очень много доплат, да, и председатель райисполкома хранит этого специалиста вот так вот, как зеницок, он просто каждый день ему чуть ли не звонит, не спрашивает, что, какая помощь нужна, что нужно. Это для того, чтобы он через два года не уехал оттуда после распределения. А проблемы кадров в городе, ну, честно говоря, я первый раз слышу. Я узнаю вообще по поводу этого и что с этим планируют делать, если так есть, на самом деле. да, ну, я не буду сейчас спорить, я не пациент этой поликлиники, да, но я узнаю, что вообще за вопрос и с чем это связано, потому что в городе, в городе, ну, я не сталкивался с кадровыми проблемами именно в больнице. Ну, не, я не про больницу уже говорил. Ну, или поликлинику. Ну, ладно, опять же, наверное, и не к вам вопрос, потому что, опять же, вы не Минздрав и не главное там управление здравоохранения, то есть предметно не должны этими вопросами как или иначе внутри этой темы здравоохранения. Да, 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 я понимаю. Скажите, 13 апреля вы сказали, что у Беларуси, в интервью, по-моему, Белти, вы сказали, что у Беларуси хватит ресурсов справиться с эпидемией коронавируса, в общем, спокойно. По прошествии месяцев вы, если вернуться вот к этому мнению и сразу и посмотреть в перспективе развития эпидемиологической ситуации, можете подтвердить или исправить это? Ну, тут надо в первую очередь определиться, что является критерием. Справляется оно или нет? Что вот, вот на ваш взгляд, что является критерием, справляется наша система здравоохранения или нет? Вы знаете, я не могу судить, потому что я уверен в том, что Минздрав фальсифицирует статистику. В отсутствии транспарентных и прозрачных цифр, соответственно, цифры не могут быть критерием. То есть, в таких случаях мы смотрим часто на вещи, которые лежат в относительной плоскости, да, то есть, ну и меня, например, очень тревожит то, что, например, министр иностранных дел Литвы сказал о том, что ситуация с коронавирусом в Беларуси становится региональной проблемой. проблемой региона. Меня это тревожит, потому что, грубо говоря, если, когда дипломаты говорят такие фразы, это для них верхняя степень категоричности на самом деле. То есть, это уже такая точка, когда человек фактически сказал, что, ну, надоело нам тут замалчивать, ну, проблема есть, да. В соцсетях, опять же, в интернете все обсуждают о том, что нас могут оставить в изоляции после того, как Европа с этим справится, что мы здесь превратимся в такой чумной барак. То есть, очень много мнений по поводу того, что у нас высокая заболеваемость, очень много мнений по поводу того, что благодаря карантинным мерам, ну, я не сторонник карантина, как и не противник, но есть мнение, что благодаря карантинным мерам Европа уже, как бы, там, приглушила эпидемию и начинает потихоньку возвращаться в жизни, вот, а у нас еще это все только впереди. Ну, и да, вы правильный вопрос задали, смотря из каких критериев судить, но есть вопрос, мы справляемся или нет? Вот вы как считаете? Ну, я пару ремарок по тому, что вы сказали, прежде чем дам ответ. Первое, ну, в связи с тем, что Белоруссия и Швеция единственные, кто приняли такие меры, только ленивые за пределами. Они очень разные. В Швеции запрещено собираться больше 50 человек все равно, а у нас проводятся парады. Не, я сейчас не к этому. Я сейчас к тому, что только ленивые за пределами нашей страны не говорил о том, что мы неправы на сегодняшний день, потому что они, они приняли совершенно другие кардинальные меры. И не факт, что их высказывания в нашу сторону направлены в том числе, чтобы оправдать свой шаг. И прав, какой правильный шаг наш или их, ни я, ни вы сейчас ответить не можем. Это только теория. А вот время, время, оно покажет, кто был прав. Мы или они в своих мерах. Ведь сейчас страны Европы начали ослаблять карантинные меры постепенно, точечно, где-то что-то, начали народ выпускать. И это уже привело к возвращению роста заболеваемости в этих странах и общего показателя в мире. Это говорит о том, что та мера, что они полтора месяца просидели дома, вполне возможно, что по итогу будет пустой. И для чего карантин применяется? Карантин применяется для того, чтобы выдержать паузу, не победить, а выдержать паузу, да, чтобы для перезагрузки здравоохранения и, в принципе, всей системы, чтобы она справилась с наплывом пациента. Да, совершенно верно. И вот сейчас, возвращаясь к теме, справляемся мы с этим или нет, на сегодняшний день, с учетом того, что я общаюсь и с врачами, которые просто там на, скажем так, на передовой, я общаюсь с главврачами, я общаюсь с функционерами из вертикали здравоохранения, на сегодняшний день ситуация контролируемая. Это однозначно. Она контролируемая. Она не вышла из-под контроля в плане того, что у нас десятками люди пластами лежат в коридоре. Она не вышла из тех моментов, что людей просто не принимают, потому что им приходится делать выбор, как в Италии или Испании. Им приходится выбор, что вот этот будет жить, а вот этот не будет жить, потому что, ну, физически не могут принять. У нас такой ситуации на сегодняшний день нет. И говорить о том, что мы не справляемся... Ну, я не говорил, что мы не справляемся. Я просто говорю, что большинство сейчас скептиков указывают на СИЗы, что не хватает средств индивидуальной защиты, но тем не менее, благодаря волонтерам и тем беспрецедентные сейчас райисполкомы, облсполкомы, государство выделяет любые деньги, любые. Вот сказала здравоохранение, нам надо столько на закупку того-то. Она закупается. есть категории, которые запас их прочности не на полтора месяца, а на 15-20 дней. Ну, не потому, что мы не можем себе позволить закупить, а потому, что сейчас весь мир это скупает, и этого просто нету физически в таких объемах. Вы прекрасно знаете, стоя в волонтерских группах, что там описывают, что с Китая эти грузы, сколько они идут, как они там формируются, где-то на заводах там кем-то через знакомых достаются, да. И вот это сейчас основная проблема. Но, тем не менее, ситуация контролируемая, это однозначно. Вопрос перспективы, правильный на шаг или неправильный, я могу сказать только свое мнение, анализируя то, что происходит в мире, да, и факты. На мой взгляд, то, что мы не внедрили те меры, которые повсеместно, наши соседи, которые говорят, что мы станем чьюным бараком, они это могут говорить, опять же, возвращаясь к тому, что оправдывая свои действия, это во-первых. Второй момент, что время покажет, кто из них был прав, когда будет результат. Они сейчас все выйдут на улицу, потому что, ну, невозможно сидеть, ну, ни экономики, невозможно, она не передержит, ни люди психологические. И вот, когда они сейчас выйдут, они вернутся к своему прежнему образу жизни, и поверьте, мы просто будем идти параллельно. И сейчас даже страны, некоторые уже внешние страны, границы открываются, с 15 мая, Чехия, да, по-моему, она свои границы открывает, но это при закрытой зоне Шенгена, это не имеет никакого значения. То есть, мы не влетим туда, в Чехию, все равно. Ну, понятно. вопрос в том, что я все-таки буду настаивать на своем, вопрос в том, кто прав, и какая методика лучше, покажет только время. Это да, но есть, может быть, проблема просто доверия, опять же, тех же самых соседей, да и, собственно, граждан, я не знаю, будет ли кто-то спорить, что у нас есть определенный кризис доверия, потому что вся та паника, с которой борются органы власти всеми средствами, то есть, она на самом деле есть, я здесь часто, кстати, даже солидарен с вашей стороной, государственной, потому что у нас наплыв слухов, часто и паническое настроение бывает. Порой читаешь ленту, диму даймешься. мы в своей работе с этим сталкиваемся, потому что бывает такое, что за день 10 сообщений, ну, сейчас все разбираются в коронавирусе, сейчас все разбираются в геополитике. Да, ну, это естественно. Но дело в том, что вот эти вещи, они ведь, это ведь вопросы доверия, скажем, ну, никто не верит в то, что если каждый день повышается на тысячу, примерно, плюс-минус, количество заболевших, а количество умерших в день остается на прежнем уровне, в коридоре от 3 до 6 человек. То есть, с точки зрения математики, это невозможно. Да, больше 6 ни разу не объявлялось, поэтому я говорю, коридор до 6 человек. С точки зрения математики, это невозможно, это статистическая аномалия. В это никто не верит, соответственно, не верят и соседи. Вот. Ну, что касаемо статистики, да, вы сами сказали, и вы выразили свое доверие, статистики, да, в преддверии, да, разговора. Но цифры вообще вещь такая странная. В плане того, что смертности, реальный это показатель или нет, я думаю, что он близок к реальному. То есть, нет у нас тысяч погибших, потому что в нашей маленькой стране, наверное, тяжело было бы утаить шило в мешке. И мы должны это прекрасно понимать. Смотря как оформлять шило, понимаете, дело в том, что... Да, я понимаю, к чему вы ведете, что у нас ковидовцы оформляются как умершие от пневмонии, умершие от других, обострение заболеваний. У нас даже дело не в том, как оформляются, ведь дело в том, что, насколько я понял, опровергните меня, если я не прав, у нас, если у тебя нет пневмонии, тебя не будут даже тестировать на ковид. А вот. А фишка в том, что он же убивает не только тех, кто с пневмонией. Ну, понятно. И заболевают. Обостряют. Да, все болезни. Он же, в первую очередь, он пьет по сосудам. То есть по иммунитетам. То есть умереть можно, имея любую болезнь, а можно и вообще не имея никаких болезней. Вот. То есть, ну, это вопрос о том, смотря как оформлять шило, да. То есть если бы у нас где-то в статистических органах взяли на учет 100 тысяч умеревших, не дай бог, да. Ну, это самое. Ну, или не у нас, в другой стране, да. Значит, умерших от ковида и попытались скрыть эту цифру, тогда это было бы невозможно скрыть. А если эту цифру просто не оформлять, не учитывать статистики, не диагностировать, нужно должен быть. Вы знаете, если бы сейчас вырос резко показатель смертности от каких-то либо заболеваний к уровню прошлого года, я бы, может быть, с вами согласился. А я ничего не утверждаю. Да, да, но я специально разговаривал с представителями здравоохранения, уточнял статистику 2019 года по тем заболеваниям, которым бы могли, ковид, в который мог бы был перейти. Так вот, нету роста и сезонного, то есть ничего не говорит о том, что ковид переформатировался в другое заболевание. Есть сезонные заболевания, которые неважно абстрагироваться, если от коронавируса, они все равно есть. Они все равно есть. Грипп, УРВИ и так далее, и так далее. Так вот, количество смертности по этим показателям не уменьшилось, а по некоторым даже, ой, вернее, не увеличилось, а по некоторым даже уменьшилось. Поэтому я оперирую фактами, потому что я, понимаете, я, как и любой обычный человек, я могу изучить все факты и уже на основании этого сделать анализ. Я сейчас озвучил те факты, которые я изучил и считаю, что у нас в плане смертности каких-то жестких искажений статистики нет. А почему, как вы думаете, Минздрав не делает то, о чем говорили сейчас вы? Вы не из профильного ведомства, вы пришли к нам и сказали, я изучил статистику смертности по всем возможным болезням, она у нас не растет, поэтому я делаю такой вывод. Минздрав как бы не публикует сравнительные цифры смертности, не показывает, то есть не ведет разъяснительной работы, что действительно смертность не растет. То есть он как-то изначально сначала шарадами, какими-то ребусами публиковал статистику, теперь она ее достаточно прозрачно публикует, но у людей возникают вопросы. Но вот так, как вы сейчас говорили, очень хорошо и убедительно, они почему-то так этого не делают. Почему? Вы знаете, изначально, когда начали Минздрав обвинять в том, что он не предоставляет информации, это было в первую очередь сделано, наверное, для того, чтобы для себя разобраться, какой статистикой оперировать в общественности, чтобы не вызвать панику. Потому что все мы прекрасно понимаем, что такое паника и мы сталкивались когда в самом начале, когда я стою в очереди в аптеке, а передо мной человек покупает 30 масок. Да, ну я без всякой паники я вам скажу, то есть это не обязательно признак паники. Я с самого начала всего этого дела с женой посчитал, что мы уходим на удаленку на минимум на два месяца. Значит, нам на двоих, на все эти минимум два месяца надо по одной масочке, чтобы раз в день выйти на улицу. Значит, сразу купили 120 масок. Кстати, купили их по очень дорогой цене, по полтора рубля, а потом они подешевели. Но это не было, и при этом еще расчет был в том, что, а, их тогда же еще продавали без ограничения, расчет еще был в том, что когда увеличится, если эпидемия будет увеличиваться, и будет увеличиваться нагрузка на аптеки, значит, вот, количество желающих купить эти маски, чтобы не топтаться потом в этих аптеках, значит, то есть, чтобы сейчас сразу размыток себе четко спланировали, на вот, наш этот период, значит, мы сразу сейчас и запасемся. То есть, это не было признакампанией. Но, тем не менее, какой-то определенный период до того, как глава государства собрал совещание, был, я помню, этот период, когда все одномоментно выкупили запасы, все, что были, и буквально там в течение пяти дней была реально проблема. Не было перчаток, не было масок, и не было антисептиков. Но... Ну, вот я, кстати, в этом не виноват, я намного раньше забубился. о том, что нас хотели обмануть. Здесь не идет речь, что хотели что-то скрыть. Здесь речь идет совершенно о другом. Хотели сделать это грамотно. Сейчас статистика, которая выдается ежедневно, она, в принципе, кто-то говорит о том, что, и я здесь соглашусь, хотелось бы чаще увидеть, более, чтобы часто, потому что есть периоды, когда там два-три дня она может не выдаваться, есть периоды, когда по областям, в разрезе областей... По областям вообще редко дают. Да, вот я здесь согласен, и, ну, скажем так, по возвращению в округ, даже, может быть, за своей подписью напишу запрос о том, что, чтобы мне, как депутату парламента, как представителю народа, который это волнует, чтобы они мне написали, что мы делаем так, 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 потому, потому, потому. Уже отталкиваясь от этого, я буду принимать решение, что с этим дальше делать, потому что, на самом деле, отсутствие информации, может быть, даже еще хуже, создаст панику, чем ее наличие. Мы об этом говорим. Да, поэтому есть вопросы, не все так гладко, но в то же время вся необходимая информация, она выдается. Что касаемо, почему здравоохранение не выдает, скажем так, аргументы, анализ, да, который бы успокоил население, ну, это уже, наверное, вопрос. Да, к ним. Да, к ним, да, в большей степени, но опять же, я вот сейчас по возвращению назад в Минск постараюсь прощупать эту тему, и чтобы в качестве, тем более, что я как член комиссии по здравоохранению могу инициировать, скажем так, круглый стол с комиссией по средствам массовой информации и правом человека по проблематике освещения этой темы. А вы, когда напишите запрос в Минздрав, вы говорите, вы же в рамках своей новой, так сказать, тактики, это, наверное, не стратегия, вы можете нам в этом сообщить? Ну, я для этого и буду делать, потому что смысл, что для себя, чтобы что-то уяснить? Ну, вы смотрите, нет, вы отправите запрос, а Минздрав вам ответит. Эти документы попадут, например, в Белту, и Белта, например, выберет оттуда два предложения, которые не будут, например, ну, по нашему мнению, не будут отражать весь смысл. Потому что вы, наверное, вы можете задать Минздраву, например, неудобный вопрос, например, как политик, а Минздрав, например, как ведомство, то есть вы же политик, а они чиновники, потому что вас люди избирают, а их назначают, а они будут как ведомство, например, юлить. Вот поэтому я задаю такой вопрос. Посмотрим на их ответ. Да, вот вы можете потом нам, как средству массовой информации, ну, как интернет-ресурсу, приравненному к средству массовой информации? Я могу это в своих социальных сетях просто обозначить, чтобы был подготавлен запрос. И опубликовать запросы, ответы. вы знаете, это, наверное, некорректно. потому что я вообще не понимаю, когда фотографируют документы и просто выставляют. Я его, как депутат, я перечислю вопросы, которые я задал, и перечислю ответы на каждый этот вопрос. Я думаю, что от того, что кто-то будет там увеличивать и смотреть шапку там и, грубо говоря, за чьей подписью, ну, если, скажем так, мне не доверяют, ну, я считаю, что это неправильно, потому что я делаю запрос, как депутат от народа. И я в первую очередь заинтересован, чтобы этот народ успокоить. А этот запрос будет адресован на это. И Минздрав не ответит не как калуарно чиновнику, он не ответит как представителю народа. И мне там точно не из чего будет скрывать. Скажите, а что в приоритете в таких моментах? Народ успокоить или народу дать правдивую информацию? Ведь правда не всегда успокаивает. Конечно. И здесь должна быть золотая середина. И я думаю, что Минздрав... Полуправда? Ну, нет, не полуправда. Скажем, вы как журналист прекрасно знаете, что есть новость. Да. И готовится заголовок к этой новости. И это вещь, которая в принципе определяет твое уже пред... Скажем так... Восприятие. Восприятие того, о чем там написано. И кажется, два заголовка и тот правда. И тот правда. Но каждый из них может нести свою смысловую нагрузку. То есть перевернут. Поэтому... Устаревает подход. Сейчас последний на время тренд на то, чтобы писать интригующие заголовки, чтобы человек из них ничего не понимал. Чтобы он новость наоборот открывал и читал. Ну, я не журналист. Я с позиции хочу объяснить, да, почему. Это тоже правда. Да. Просто правда, которая позволит не вызвать панику. Но это не полуправда. Это не неправда. Не неправда. Это такая упаковка хорошая, да. Да. Правды. Правды. Да. Ну, то есть поговорка у каждого правда своя. Так оно так было... Ну, это же поговорка неспроста. Ну, это касается... Да, опять же. И все равно, какая бы ни была правда, будут те, кто в это поверят, те, кто опрометчивают, вернее, скептически к этому отнесутся, какая бы она ни была. Поэтому здесь такой момент по поводу того, мне главное донести, скажем так, информацию, которая максимально разъяснит о сложившейся ситуации и при этом не вызовет панику. Ну, это благие цели, да? Да, это благие цели. Но это очень... Я уверен, что сейчас и в том числе независимые СМИ должны преследовать эти цели, потому что мы сейчас все в одной лодке. Мы должны вот это четко понимать. Послушайте, ну, у государства и у представителей государства на самом деле я тут сейчас скажу, это не вопрос, а просто скажу. На самом деле вы немножко не знаете, как работают независимые СМИ сейчас, потому что если независимые СМИ выдают какую-то новость, например, мы, которая, по вашему мнению, вызывает панику, это вовсе не свидетельствует о том, что мы ее хотим вызвать. Потому что вы не знаете, сколько в день мы отсекаем заведомо фейковых новостей. Ну, понятно, сколько нам присылают. Да, сколько нам присылают. То есть, особенно, когда это начиналось, сейчас народ немножко успокоился. Работать было вообще невозможно, потому что за день могло прийти из 10 точек города значит, у нас в общежитии вели карантин. Туда, естественно, звонишь, никто, естественно, не отвечает, отправляешь корреспондента проверять, он приезжает, оказывается, что это не карантин, а ограничение посещения. А это разные вещи. И у тебя целый день 10 корреспондентов, то есть работа парализована проверкой. Да, а потом государство говорит, что мы сеем панику. Нет, здесь речь, нет, я речь веду о том, об упаковке, то, что мы сейчас вам говорили, ну, предоставлении информации, потому что зачастую я вижу, что это не касается вас, я очень, я постоянно вас читаю, ну, и, для меня вы на сегодняшний день один из лидеров мнений ваш портал именно в округе, да, и в том числе уже какое-то имеет влияние и за пределами области, потому что, ну, вы уже сейчас вышли из портала, который рассказывает не только о проблемах нашего, нашей области, на уже общереспубликанских и тем самым расширяя свою аудиторию. Я говорю сейчас об упаковке, когда читаешь некоторые телеграм-каналы, ну, просто, ну, мне, мне, это как обычному человеку, ну, настолько режет глаз и слух, потому что они пишут то же самое, что и вы, но пишут это так, что, думаешь, все, конец света. Но государство так переживает сейчас, ведь сейчас много государственных служащих и политиков говорят о том, что телеграм, там, канал, как-то первое лицо говорило, мы паримся из-за телеграм-каналов, а почему вы так паритесь из-за телеграм-каналов? Из-за вот этой упаковки или из-за массовости или вот из-за того, что это какая-то непонятная еще вот медийная такая возможность? Ну, первое, что да, сейчас, конечно, вот появились телеграм-каналы, которые государственных СМИ, но у них еще нету такого количества подписчиков, их тяжело назвать в этом пространстве лидерами мнений. Мы все прекрасно знаем лидеры мнений на сегодняшний день в телеграм-каналах для нашей страны и там в области по количеству подписчиков, там, по интенсивности новостей, и сейчас над этим ведется работа в плане того, чтобы туда зайти, потому что, к сожалению, это опять же мое личное мнение, что нашим СМИ не хватает мобильности. Я сейчас могу отметить государственные СМИ, да, мобильности в плане переформатирования донесения информации до населения. Из пионеров я могу сейчас отметить Гомельская правда, которая и в инстаграме представлена, и в телеграм-канале, и в Вайбере уже представлены. А я хочу сказать, что вот Гомельские ведомости нехорошо ведут инстаграм, похвалю. Это я хотел сказать второе. То есть Гомельская правда, Гомельские ведомости это те ресурсы, которые сейчас пионеры у нас именно в интернет-пространстве, то есть там, где они должны стать в перспективе лидерами мнений. И уже они мало-мальски к этому подбираются. Но я думаю, в перспективе это, опять же, повторюсь, это будут достаточно тоже сильные источники, которые ваш прочитал, этот прочитал и сделал свое мнение. так должно быть, это нормально. Я всегда говорил и говорю, что не может быть такого, чтобы в полутора миллионам, ну, миллион триста сейчас область, это такой регион примерно, как Эстония. Да, страна Евросоюза, да, член НАТО, да, не может быть, условно говоря, один популярный сайт, там, один большой магазин, там, и прочее. Должно быть, должно быть несколько игроков всегда на такое количество населения, может быть, оно так и будет, дай бог, я только за конкуренцию, за развитие. Поэтому, да, я возвращаюсь к вопросу, да, потому что мы тут уже ушли в философские рассуждения, но мы нормально, обращаясь к вопросу, сейчас мы все в одной лодке, и мы должны это четко понимать, не расшатывать ситуацию, а объединиться, консолидироваться и победить эту проблему. Ну, вот пример волонтерского движения, белорусского, это как раз, по-моему, пример об этом, что общество готово объединяться с властью для того, чтобы решить эту проблему. И говорили там, даже в комментариях основатели этих компаний, что наша задача помочь системе, чтобы она стабилизировала, системе здравоохранения, я имею в виду, чтобы она не развалилась под нагрузкой. То есть, это хороший пример вот этой вот консолидации, стремления общества к консолидации. Но в СМИ, это в данном случае я даже не про нас говорю, у нас такого не было, много появляется сообщений о том, что привезли волонтеры туда-то помощь, а там им главврач говорит, что нам ничего не надо, потому что приказали так сказать. Ну, во-первых, это, наверное, глупый главврач, потому что, ну, невозможно такого, чтобы не надо. Я буквально вчера, возвращаясь к работе когруга, разговаривал с главврачом ЦРБ. Она говорит, у нас, в принципе, все достаточно, то есть, на месяц вперед, то есть, какие-то запасы. Но если вы нам поможете, ну, мы никогда в жизни не откажемся. Лишним это не будет. Маски, костюмы, там, она рассказывала на днях представители РУВД без СМИ, без ничего, ну, районного. Привезли чайник, микроволновку там. А так и надо. Да, кофе, печенье. Я просто к тому, что я, на самом деле, на сегодняшний день, видя, что происходит у нас с обществом, я горд за нашу страну. Ну, я это говорю со всей искренностью, потому что для меня, когда я еще работал в БРСМ, волонтерство, это было, наверное, одно из самых главных направлений. Почему? Потому что я все-таки считаю, что это сильный инструмент для воспитания молодежи, волонтерства. Через призму волонтерства воспитывать полноценного гражданина. И видя, что сейчас происходит, я горд, что столько людей, это предприниматели, обычные рабочие, да, все слои населения, все слои населения готовы помочь. Кто чем может? Кто-то деньгами, кто-то машиной, кто-то руками, кто-то там мешок этого печенья принести, кто-то там еще что-то. Исходя из этого, я хочу сказать, что, наверное, сейчас, если можно говорить о трех китах, да, то есть, кто может решить эту проблему вообще коронавируса, один из этих трех китов, это однозначно, это волонтеры, потому что и в мире во всем это было видно, и когда в Италии, в Испании это волонтерство, тут другой момент, волонтерство в странах, которые попали под жесткий карантин, стало механизмом вырваться из дома. Ну, нормально. И это хорошо, ну, как бы, скажем, было бы несчастье, да несчастье помогло, да. И, но у нас даже без этих мер людей, которые говорят, я готов, да, кто там, я готов, я вот тоже состою в группах, да, волонтерских нескольких, и я просто смотрю, что там только кинул кто-то клич, какая-то помощь, там, из этих трехсот человек, там, я готов, нету такого, что полдня все молчат. То есть, вопрос решается. И тема волонтерства, она вообще должна поддерживаться государством. Это, я же как и повторюсь, это один из трех китов, который поможет справиться с этой проблемой. Но государство у нас традиционно поддерживает темы, в том числе и волонтерство, и общественное движение, но только тех, которые зарегистрированы в рамках этого государства. То есть, волонтерство от БРС, да, я понимаю, о чем вы говорите, да. Оно будет поддерживать. Ну, потому что государство, в государстве эти общественные объединения, про которые говорить, это Красный Крест, Белая Русь, профсоюзы, это все общественные объединения, которые так или иначе цепляют слои населения. Я сейчас, да, я понимаю, что вы сейчас не все там и так далее. Есть много противников. Да. Общественные объединения сейчас, это вообще основа, опять же, борьбы со всем этим. Но, если человек не состоит в рядах той или иной организации, это не значит, что с ним что-то не так. Просто он, у него есть свои политические взгляды, у него есть свои предупреждения, может и религиозные, может и политические, всякие могут быть. И вот эти группы, которые были созданы, мы же прекрасно понимаем, что и туда никто не лезет из БРСМ, из профсоюзов и не говорит, давайте под наше крыло, чтобы мы потом рассказали, что вы, вот, это наша деятельность. Каждая из этих организаций сейчас заняла свою нишу и прекрасно с этим справляется. БРСМ помогает одиноко проживающим, пожилым, с рецептами, с продуктами, с наведением порядков. Профсоюзы, они более финансовые, более массивные, они помогают с этой стороны, именно по обеспеченности, я сейчас говорю, больниц. Красный Крест, это общественное бедение, которое рождено для этого. международное проживание, международное проживание, и никто сейчас не душит, и никто не мешает сейчас просто людям вне этих организаций заниматься волонтерством. Хотелось бы, чтобы им больше помогали, да, этого хочется. И я, я делаю все, что от меня зависит, чтобы помочь им. И я думаю, что большинство функционеров считают точно так же, именно в правительстве. Ну, дай бог. На местах иногда есть перекосы, и этого никто не отменяет. Дай бог, да. просто очень хотелось бы, это у нас в стране, не только с ковидом, это давно, беда, я это очень хорошо знаю, что есть всегда водораздел, общественное объединение, как вы говорите, и инициативы людей. Инициатива и общественное объединение, это далеко не всегда одно и то же. Инициативы, они как раз вот в таком виде, как сейчас волонтерское движение, могут и возникать. Но сейчас это очень масштабно, и перед лицом общей угрозы, и поэтому государство, я так понимаю, тоже принимает это, и хорошо к этому относится. Не во всех ситуациях это всегда так ровно. Ну, я опять же повторюсь, что касаемо инициатив, очень многие реализуют свои инициативы через эти общественные объединения, потому что это, ну, крупные, скажем так, игроки на этом поле. Если кто-то по каким-то убеждениям хочет это сам делать, честь и хвала этому человеку. Я лично каждому готов пожать руку, и я уверен, что когда это все закончится, это наравне с врачами будут основные герои. Надеемся. И в том числе на уровне государства. Будем на это надеяться. Считаться будет так. Я в этом уверен, и по-другому быть не может. Хорошо. Ну, что очень много добрых дел они делают. Очень много. Ладно, я не знаю, у меня так на вскидку вопросов про коронавирус-то не осталось особо. Ну, естественно, намного... Да, уже хватит. Да, и сейчас об этом можно сутками говорить. Да, да, да. Но я, конечно, я не могу с вами не поговорить о политике. Мы уже говорили в начале, в первой стадии. Да, вы же депутат. Грех не поговорить с депутатом о политике. Да, и о таком, тем более больном вопросе, как белорусские выборы. Потому что вы выиграли выборы, очевидно, расстали депутатом. Да. Скажите, вы когда вели избирательную кампанию, вы отправляли на избирательные участки своих наблюдателей, чтобы они контролировали подсчет голосов? Или вы ориентировались на наблюдателей, которых отправляло БРСМ, профсоюзы и советы ветеранов? Ну, мне большой плюс был, да, в чем, что я пять лет был руководителем БРСМ и ни одни выборы с этой командой прошел. Я, как первый секретарь. Но получилось так, что я оказался по другую сторону баррикад, и мне не стыдно за эти пять лет работы и за то, как я работал с этими людьми. Я был уверен на тот момент и сейчас, что они были за меня. И находясь там не как мой личный представитель, а как представитель БРСМ, союза молодежи, я знал, что они полноценно могут представить мой интерес. Я был в этом уверен. Поэтому надобности в посыле людей на участки для более жесткого контроля я для себя не видел. Но это использование админресурсов? Нет, я его не использовал. Он сам использовал. Я с ними как с людьми общался хорошо. И они меня уважали как человека. Понятно. Скажите, а вот как вы считаете, такое положение дел на избирательных участках, которые в Беларуси повсеместно, когда наблюдатель не имеет возможности видеть отметки в бюллетенях при подсчете, это нормально? Ну, значит, я лично я на участках никогда не работал. Я был членом областной комиссии. А я работал? Да, не, я просто к тому, что я подвожу к ответу к своему. Опять же, я сейчас расскажу факты, на основании которых я могу дать свой ответ. Почему я считаю так? Значит, что касаемо наблюдательных участков. Я неоднократно был на встречах с Ермошной. Она в преддверии выборов всегда собирает идеологическую вертикаль, исполнительную власть для тем, чтобы рассказать, какие выборы нас ждут, в плане чего ждут. Что вот это президентские выборы, напомнить о Конституции, напомнить о нормах, правилах. И вот я не буду говорить там про президентские, которые были там четыре года назад, потому что они идентично звучали, что и сейчас. Буквально перед парламентскими я еще был в должности первого секретаря, потому что я еще не выдвигался, еще работал. Она рассказала, что не отодвигайте их на 10 метров, на 15 метров. Она всячески ратовала за то, чтобы людям дать доступ. Ермошина. Да, Ермошина. Как человек, который определяет, скажем так, законодатель мод на сегодняшний день выборных компаний. То есть, если такое происходит, можно Ермошине написать письмо. Посмотрите, нас отодвигают, примите, пожалуйста, меры. Да, конечно. И это ваше право, и наблюдатели вообще в принципе право регистрировать все, на его взгляд, нарушения и писать об этом. Да, но... Ну, и если бы таких десятки тысяч заявлений были, обязательно бы на это отреагировали. Точечно такие проблемы, ну, вы представляете, сколько тысяч этих участков. Какая-то армия, представляете, и из всей этой армии по-любому кто-то может принять решение, которое не совпадает с позицией того, как эти выборы проводятся. Что касаемо заключений международных организаций, которые присутствуют, ну, первое, что хочу сказать, у них работа такая. Какая? Работа наблюдать. Да, приехать и, скажем так, в позиции Беларуси мы наблюдаем такую тенденцию, что уже изначально едут уже с четким клише, как это все будет. Нет, не так. Все-таки есть история определенная и опыт. Но поверьте, я просто тоже был дважды международным наблюдателем. Вот, есть история и опыт, и они изучаются, практика. И то, что вы называете клише, это скорее не клише, а просто вывод, который уже был сделан, на основании прошлых выборов. на основании прошлых выборов. И в том числе, одна из задач такого наблюдателя, она в том, чтобы проследить тенденцию, были ли изменения. То есть, где-то вы правильно говорите, есть клише, как оно будет, но на самом деле, просто нет, 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 нет задачи зафиксировать еще раз это клише, а есть задача понять, меняется ли что-нибудь, исходя от этого клише, в худшую или лучшую сторону. Ну, по итогу, по итогу, они уезжают с тем же клише. И объективно оно или нет, об этом опять же можно сейчас рассуждать с позицией теории, да, я, то есть, со своей стороны, вы со стороны, как наблюдатель, я, как человек, который в этом работал именно как функционер, когда-то принимал участие, я могу четко сказать одно, что я за все эти года, что я принимал участие в выборах и президентских, и парламентских, и советов местных депутатов, я ни разу не видел и не слышал, чтобы кто-то четко давал указания в плане того, что как должен человек действовать. У нас было понятие одно, что мы, как БРСМ, должны были быть представлены везде, в первую очередь, для того, чтобы повышать политическую грамотность молодежи, потому что это электорат, и благодаря участиям в этих выборах они понимали разницу между местными советами, что волей-неволей ты изучаешь вообще, чем ты будешь заниматься. Наша задача, как общественное объединение, чтобы больше, как можно больше, больше молодежи было там и наблюдало за всем этим, и в том числе обучалось политической грамотности. Ну вот как законодатель, все-таки вы должны, наверное, в такой плоскости ближе рассуждать. согласны ли вы или не согласны, что стоило бы в избирательном кодексе написать, что избирательная комиссия участковая обязана предоставить наблюдателю возможность контролировать процесс подсчета голосов с расстояния, обеспечивающегося его визуальное наблюдение за вот этим вот подсчетом. Чтобы наблюдатель действительно имел возможность видеть, как считаются голоса. У нас сейчас этого нет. Наблюдатель удаляет очень далеко. Насколько я помню, у нас прописана такая норма расстояния от стола при подсчете голосов. Но у нас есть одна маленькая поправка, которую очень неплохо было бы вычеркнуть. Там написано, что если он при этом не создает помех членам избирательной комиссии, поэтому члены избирательной комиссии, даже если наблюдатель на два метра располагается, они ему кричат, ты нам тут мешаешь, иди на 10 метров. То есть они на основании вот этой поправки они рисуют такой сектор, где можно находиться, потому что шаг вправо, шаг влево ты уже мешаешь. Ну он как наблюдатель тогда должен зарегистрировать это нарушение. Такие нарушения были? Это не нарушение, это не считается нарушением. Я понимаю, что, но в любом случае обозначить такую проблематику... Ну обозначает... Тогда следующий вопрос. Смотрите, из выбора в выборы наблюдатель пишет жалобу в ЦИК, обозначая проблематику. ЦИК сам же, получается, проверяет, то есть сам себя. То есть жалоба в Центральный избирком на участковый избирком. Пишет, что все нормально. Наблюдатель идет в суд, суд говорит, что это не моя компетенция действия ЦИК обсуждать. Замкнутый круг получается. То есть реально механизм прозрачности получается не гарантирован государственным, законодательством. Ну сказать, что он не гарантирован государственным я не могу. Почему? Потому что все те люди, которые находятся и в том числе и считают, это такие же люди, как и мы с вами, которые живут в этой стране. Я понимаю, к чему ведете, что они ангажированы. Я вообще не веду к ним. Я вел к законодательным гарантиям. Да, но к тому, что эти люди, которые считают, они вот сами себе там что-то считают, какие-то там цифры себе пишут, а те, кто должны это контролировать, этого не видят. Ну, я могу говорить за тех наблюдателей, которых я выдвигал как руководитель Белорусского Республиканского Союза и Молодежи на выборы. Я же работу провожу не только до выборов, а и после выборов, чтобы узнать обратную связь получить от этих людей, которые были от нас представлены. Что, какое их мнение и высказывание о том, что вы знаете там Союзу мне как гражданину Республики Беларусь не дали увидеть того, как это происходит, ну, я не скажу. Потому что, ну, опять же, я сейчас знаю, что много напишут в комментариях по этому поводу, что я, скажем так, личность заинтересованная, что я еще могу сказать и так далее, и так далее. Ну, опять же, сколько людей, столько мнений. Я высказываю свое мнение, видя это все изнутри и не меньше вас заинтересован, чтобы наша страна жила лучше. А она может жить лучше только в одном случае. Это в том, когда будут соблюдаться все эти нормы, которые прописаны в Конституции и всех нормативных документов, которые должны делать жизнь нашу лучше. Ну, я не хочу уже углубляться во все те случаи, когда эти нормы, по мнению многих, не соблюдаются. Это уже для всех очевидно. И так было, есть и будет, и какие бы нормы не были, они все равно для всех не будут идеальными. Да, я понимаю, спасибо вам большое за то, что вы свое мнение и свою точку зрения в том числе и на эти вопросы раскрыли. Мы будем, наверное, завершать. Хотите ли вы воспользоваться нашей площадкой, чтобы что-то сказать своим избирателям или людям просто без вопроса? Может быть, вы хотите что-то сказать? я хочу... Не мне, а просто народ. Ну, вы знаете, я, наверное, скажу вам, а уже люди это воспримут как призыв к ним. Я уже рассказывал о себе как о молодом человеке, который зашел в парламент и не меньше вашего заинтересован, чтобы наша деятельность была более прозрачной и видна для населения. Для этого у меня созданы три аккаунта. Это в Инстаграме Игорь Завалей, ВКонтакте и Фейсбук. Это то есть три такие, три сети, которые, наверное, скажем так, большую часть людей охватывают. В этих социальных сетях я призываю подписываться, следить за деятельностью парламента, чем занимается депутат. Опять же, я всегда это позиционировал и продолжаю это делать как онлайн-приемную. И неважно, что даже вы не с моего округа, я, скажем так, глаз народа на сегодняшний день на четыре года мне дали такие полномочия. И ко мне очень много людей обращается не с округа. И я не говорю, вы знаете, это не моя проблема. Я стараюсь помочь звонком, письмом или еще чем-то. И такие просьбы поступают очень часто. Конечно, если их будет тысячи, я физически не смогу справляться с ними. потому что физически. Да, но тем не менее, все-таки, как ресурс, который позволит людям больше узнать о том, о деятельности парламента, они есть. Поэтому можно меня найти. Это Игорь Завалей, вводите, я повторюсь, ВКонтакте, ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм. Можете выражать там свое мнение, потому что я часто выставляю там посты именно касающиеся законодательства. И один из примеров это когда мы готовили предложение изменения в административно-правовой кодекс, я там кинул клич оперативно, обращение записал. И очень много чего там поступило, много в комментариях писали, много в личку писали. И я это все уже как депутат парламента скомпоновал в единое предложение от себя. И подал эти изменения как предложение в административно-правовой кодекс. По итогу мы уже будем смотреть, что из этого принято, что нет. Но тем не менее, я считаю, что на сегодняшний день это неплохой ресурс, чтобы донести свою точку зрения как гражданина Республики Беларусь. Поэтому подписывайтесь, делитесь своим мнением, вносите предложения, потому что инициатива, она должна идти снизу. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо, Игорь. Спасибо. Друзья, у нас сегодня в гостях был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь от Гомельского, Сельского, это Гомельские районы, Добрушевские районы избирательного округа, Игорь Завалей. Депутат, как мы увидели, молодой, достаточно открытый, насколько это возможно для представителя государства. Извините меня за эту субъективную ремарку. Тем не менее, мне кажется, что основные вопросы на сегодняшний день актуальны и интересны. мы сумели обсудить. Спасибо вам большое за внимание. Оставайтесь с нами, следите за обновлениями. Мы будем и дальше искать для вас интересных героев. Всем спасибо, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok